АПЛОДИСМЕНТЫ Между прочим, уже 16 лет за это время можно было бы 16 лет, если бы я что-нибудь знал о барабане. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, был борт парохода под дружеским названием Тараса Шевченко. И рост меня подвел к этому рыжему человеку, тогда более рыжему, чем сейчас. И сказал, что он барабанщик. Почему-то мне стало весело очень. И я поверил, что он действительно знает свое дело. Музыку я, конечно, любил, до спора нет. Но я и представления не имел, из чего она состоит. Была музыка и были шумы в этом мире. В общем, мы поплыли на этом пароходе. Пароход был безумен. В 89-й год пароход состоял... Это такая была совершенно пьяная такая была перестройка. Там были манетенщицы, первосвященники, школа бизнеса, состоящая из бритых уголовников. Потом театр, вот, мадам часов. Потом какие-то даже писатели, вот, из меня и Искандера. Потом, что там еще было. В общем, такой совершенный ковчег. Все спасались, но из-за чьи-то деньги плыли на халяву вокруг Европы. Но поскольку я не знал, как этого человека отпустить и как его выкупить, да, еще там были большие ученые. Да, там были академики настоящие. В частности, был Царствие ему Небесное Михаил Гаспаров, на лекции которого об античности мы окончательно нашли общий язык, потому что этот великий человек умел так гениально заикаться, чтобы попадали сразу в тот мир и в ту эпоху. И все становилось ясно. Вот там-то мне и пришла в голову мысль, что я тоже готов прочитать лекцию. А поскольку мой багаж скуден, я пошел по кратчайшему, то есть наглейшему пути. Вывесили мы объявление, что я читаю лекцию «Барабаны. Мировая культура». Вот, и с этого началось, значит, наше сотрудничество. Что я скажу, я понятия не имел, но когда я увидел эти ряды, включая академика Гаспарова и вот первосвященников наших самых главных, и еще и команда там тоже тусовалась, то пришлось, зал. Я впервые понял, что такое зал. Вот выходишь и начинаешь что-то плести. Я сказал, что, знаете, что вот вначале было слово, и этим очень много пользуются всякие поэты там, в очень искаженном смысле слова, потому что и слово-то логос, это не совсем слово, а это знание, которое было до слова. Но на самом деле все-таки до слова и до знания было что-то. И это что-то было ритм. Потому что времени нет, а есть только ритм. Мы знаем, что есть утро и есть вечер, мы знаем, что есть зима и есть лето. И мы знаем, что у нас бьется сердце. Вот, я думаю, это и есть секрет всего разговора, всего начала. Причем устройство достаточно сложное. Там пока из камеры в камеру переведут эту заключенную каплю, мы все еще живы. Вот так приблизительно я подошел к тому, что ритм это главное. И он начал потихоньку показывать, почему это главное. Как ни странно, все это оказалось достаточно убедительным. Разве вы мне не поверили, что ритм раньше слова? КОНЕЦ АРТИЯ КОНЕЦ КОНЕЦ Продолжение следует... После того, как доказали всем, что барабан лежит в основании мировой культуры, потому что это до слова, до музыки, и, возможно, до наскальной живописи тоже. Хотя там какое-то царапание тоже было, наверное, по стене, но это не было еще ритмом. Между изображением и звуком, ну там другие закономерности, в них сейчас не уйти. А вот со словом, с музыкой, конечно, в начале всего ритм. И в начале нашего бытия ритм. И уж не вдаваясь и не вмешиваясь слишком в тайны творения, тоже можно подумать, что изначально запущен ритм. А какие он находит в себе макро и микро способы развития, это тоже неизвестно. Так вот мы, уверившись в этой истине, стали забавляться. А пароход все плыл, безумный пароход. Все потихоньку спевались, радовались. И там вот мы придумали такие... Надо сказать, я очень далек был от авангардной такой темы бытия. Я слышал, что есть action, happening, performance и так далее. Но это меня все раздражало, как человека старой формации и неиспользованных возможностей. Поэтому, может быть, эти проекты и родились, в которых поучаствовали вот по возможности здесь присутствует трое плывших на пароходе. Тарасов, Рост и я. В этом мы, во всяком случае, участвовали. Кто в какой последовательности что придумывал, я не знаю. Но там был красный уголок. Красный уголок уже имел такую форму свалки. Ну, это же какая-то такая каютка, куда было все свалено. Вот лозунги, портреты, флаги. Потому что действительно думали, что расстались с прошлым. И вдруг увидели, что оттуда такой хороший, очень добросовестный портрет Карла Маркса торчит. Ну, и вот родилась идея перебройки. Повесили мы портрет Карла Маркса. Кажется, он играл еще и роль Нептуна, наверное, подсознательно. В общем, он весь сел. В угол посадили Петра Первого из музея Мадам Цюсо, который, как известно, грубо обращался с бородами. Мы были трое бородатых. Почему-то достинулись все по этому шейвингу такому. И начали все это. Вышел Тарасов с барабанов, вышел Чикасин с аксофоном. Кто же там еще был? И вот этот хоровод заплясал. Мы все это опрыскали, значит, этой пеной. Побрили Маркса, побрили друг друга. Все это называлось перебройкой. Нам было весело. Мы не знали, что через 16 лет мы будем иметь какие-то другие картины бытия. Потом еще мы что-то придумали в таком же духе. Помню, что нас стало интересовать в конце, на какие же деньги мы плывем. Потому что мы изначально люди советские и честные. Вот, значит, что-то нас стало задевать. Я предложил такой хэппининг, что опять же Тарасов стучит. Ну, может быть, на кастрюлях из кухни. Вот, а там какие-то люди были, которые как бы представляли собой материальную часть обеспечения всего этого плавания и всего этого пира на воде. Я предложил сварить огромную кастрюлю лапши и, значит, устроить такой прощальный, что ли, ужин, когда мы уже подплывали ближе к родным берегам Криди, кажется. Вот, и, значит, чтобы ходили, эту лапшу развешивали на уши всем, вот, не догадавшись о том, как все случилось. Самое удивительное, что наше скрытое тайное секретное начальство категорически цензурировало этот номер. Так что у нас этот хэппининг не удался. Потому что лапша – это секретный стратегический продукт, и никто не может эту тайну познать. Вот так мы развлекались. Потом вот потихоньку, вот то, что я прочитал стихотворение, случайные встречи, причем в самых разных городах мира уже теперь, потому что нас все-таки расконвоировали. Мы, кстати, все это испытывали более-менее впервые. Тарасов-то был более разъездной, как лапух, но для многих из нас это было впервые. И вот впервые, побывав то в Германии, то во Франции, то в Америке, и сталкивались друг с другом, как положено, эстрадникам, то есть по отелям, по каким-то таким случайным вещам. И как-то по ресторанам, где что-то исполняется, надо друг друга применить, как-то приспособить друг друга к друг другу. Вот начали исполнять иногда даже собственные тексты, я стал читать вот под музыку. Так что сейчас, вот откуда взялся этот, была такая выставка замечательная, тирании прекрасного, организованная немцами, про наш дворец Советов. Это вот, да, это вот прямо идет от кастрюли с лапшой. Вот такая большая была лапша, построить дворец Советов до неба со смотровой площадкой на ладони Ленина. Ну где теперь храм Христа Спасителя обратно вернулся? Вот это, значит, тут вся история была в виде такой мировой разъездной выставки, организованной это было немцами. И мы оказались с этим делом приглашенными в Вену. Туда переехала эта тирания прекрасного. И мне надо было делать то, что называется репорт. Вот, и я, будучи знакомым с архитектурой только потому, что у меня папа что-то строил, и потому, что у меня друг близкий архитектор. Я вот, пользуясь этими сведениями, в основном предоставленными Великановым, значит, делал такую постройку. Я объяснил им, что я представляю собой именно дворец Советов. Что, по сути дела, начиная вспоминать себя с войны, потом, пройдя школу при Иосифе Весерионовиче, потом, ощутив себя свободной личностью при Иосифе Сергеевиче, и потом, долго наращивая торс в застой, значит, как бы голова осталась недостроенной, и вот сейчас она пристраивается вместе с перестройкой. Значит, вот построим, что это на самом деле здание и человек, это, в общем, одна и та же структура. Тут ничего нового опять я не открыл, то есть архитектура оказалась тоже мировой культурой. И вот тогда вот впервые рискнули мы даже читать прозу. Как раз только-только закончил роман оглашенный. Вот что сделал со мной этот человек? Он практически лишил меня шума в этой жизни. Потому что, когда я уже развился в слушании вот его, этого симфонического барабана, то вдруг все звуки, которые происходят в жизни, стали для меня соединяться во что-то не случайное. И не будучи ни композитором, ни музыкантом, ну, есть, конечно, какие-то отвратительные звуки, какие-то отвратительные запахи, но их, в общем, немного. Они стали соединяться все, при всей своей случайности, в те композиции, которые каждый человек, выйдя на улицу, может, состичь и застукать, что называется. Поэтому к концу вот романа оглашенный уже у меня вырисовался такой особый образ тишины. Тишины, которая может быть рождена только звуком. И даже я уже не удержался и вывел в персонажи Тарасову просто в ряд участников действия. Под его же собственным именем и отчеством. Но он, правда, не сообщил фамилию. Но среди друзей было понятно, что он там участвует. Он стал участником нашей экспедиции в Абхазии к обезьянам. Мы поехали к обезьянам. И там вот стали ждать этих обезьян, которые ушли в лес. Я сделал шаг, еще и замер. Что-то остановило меня. Я стал прислушиваться. Ничего показалось. Но что-то повисло в воздухе, как еще одна тишина. Она напряглась, натянулась, как незримая преграда, прогибаясь в мою сторону. Я всматривался в поредевшую листву взбегавших вверх дубков и в очертаниях ветвей высматривал обезьяну, как на детской рисованной загадке имени Набокова. Найди матроса и мальчика. Они прорисовывались то там, то там, зависнув в неудобных позах, выжидая, что ли, когда мы уйдем. Мы ждали их, а не нас. Обезьяна таилась уже за каждым стволом, но как же умели они ждать? Ни веточка не шевельнется, ни листик не прошуршит. Звенящими этими листьями был усыпан весь склон. Ни шагу здесь нельзя было ступить без оглушительного шороха. Как они подкрались? Никуда я отсюда не уйду, вот что. Пока не дождусь. А поскольку они не придут сюда уже никогда, поскольку наши организаторы все настойчиво демонстрировали топорность своего замысла, предлагая откровенно сыграть в их игру, поскольку никаких обезьян и в помине, тем более дождусь, тем более никуда не умру, никогда не уйду. Мне опять захотелось умереть, как жить, вот здесь. И это был третий храм. Чем же это был не храм? Когда? Когда вокруг вот это все, все. Понимаете или нет? Все. Только уйдите все. Уйдите все Христа ради. Христом Богом вас прошу. Последний раз уйдите. Оставьте меня одного. Живите, пейте на том берегу. Раз вам не втерпешь, сдиньте, рассыптесь и зыди оглашенный. Господи, каким золотом усыпал ты мой последний шаг? Какие голландцы расписали мне этот пейзаж красками, которым сразу триста лет в непросохшем еще мосте? Как светится этот коричневый сумрак? Да светится имя Твое. Какую тишину развесил ты на твоих ветвях? Да приедет царствие Твое. Заткнись, падла, забудь слова. Молись, падла, скорей, скорей. Молись, сука, плачь, смейся, рыдай, ликуй. Средията моя бестолковая, да будет воля Твоя. Тишина разбухла, пропиталась ожиданием, как губка. Какой ливень извергнется из этой невидимой тучи молчания? Я услышал, как лопнула тишина с отчетливым минус-звуком, родив тишину следующую, еще более зрелую. Я ждал, уже скоро, еще чуть-чуть, скорее, скорее. Я ждал и не хотел дождаться. Я хотел вечно, вот так, нетерпеливо их ждать, которых и нету. Главное, не хотел я, да и не хочу до сих пор, чтобы это кончилось так, как это должно кончиться, чем это неизбежно кончится, по замыслу, по сюжету, по предопределению, по слабости моей и по их склонности. Не хочу гореть я синим огнем, а хочу вот так здесь, прочно, стоять на все тех же сухих листиках и не переступлю ни разу, шею не поверну, разве что глазами изредка поворочаю, чтобы снова все то же самое видеть. Замерзших скрытных обезьян за твоими стволами в твоей листве сам деревом стану. Пусть и за мной спрячется обезьянка. Господи, поймай меня именно в этот момент. Улучи, Богом тебя прошу, мгновение. Я тебя даже не о том прошу, о чем еще, где ты просил. Я не о том, чтобы все вокруг остановить, потому что, видите ли, прекрасно это. А я всего лишь и только, чтобы ты меня остановил в этом мгновении, чтобы миновал я вместе с ним, если уж ему суждено миновать. Не о вечной жизни, а о вечной смерти прошу, утипун мне на язык. Я всматривался и всматривался в недвижимость листвы, что застыло в осенних дубах, как в похоронном винте. Неописуемая тишина стояла вокруг. Шумела река, шуршала листва под ногами. Скорей, скорее, визжал наш руководитель, изо всех сил клотя в рельсу. Скорей, скорее, кричал с того берега. И варабанщик Владимир выстукивал на обезьянном там-таме, как на баре, подходящий ритм. Но вдруг, даже не вдруг, а внутри слова вдруг, что-то даже не что-то, а что-то подходящее, находящееся внутри слова что-то случилось, сдвинулось, произошло, картинка сползла вбок, как отклеилась, зависла на одном уголке, свернулась трубочкой, небеса загнулись по краям на манер китайской пагоды. Руководитель замерз, занесенный над рельсой ржавым болтом в руке. Барабанщик не закончил такт, да и река притихла. И именно в этой, а не в предыдущей тишине, родилась еще тишина и напряглась, и вздулась непомерным пузырем, как жила на божественном лбу. И прорвавшись минус звуком, как раздерметизированный вакуум родила звук, доселе в моей жизни небывалый, живой, множественный и общий, неумолимо близящийся и растущий, как дерево, как лавина, как поток, несущийся на нас, и ничего, ну ровно ничего не менялось перед глазами, ничто не шевельнулось, ни листок, ни глаз было не отвести от этого неописуемого звучания. Нет слов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Восторг взялся, значит, пиши, раз ты такой. О чем же и писать, как неописуемым? О неописанном любой напишет, кому она подвернется. Писатель же задевает за обе эти стены восторга и ужаса, проверяясь в узком коридоре повествования. Мы хотим раздаться в ши, в море, кто написал? О горы, о лес, о небо. Курьенев с Буниным поупражнялись, пока у нас было время. Опять же Тернер что-то писал. Опять же неописуемая тишина. Звенели цикады, и неумолчно шумел прибой. Лопнула струна в тумане, и кто-то жалобно дул в бутылку. Мол, неописуемая, так красиво пиши. Мол, чем неописуемей, тем красивей. Безобразное, что ли, описуемо. Просто про безобразное можно как бы и похуже написать. А все равно и красивое как, и безобразное как. Без как тот никак. Из их же и сравнений состоит. Он из слов состоит. Слова же заключены в словарь. А мы заключены в слова. Муха, так сказать, в янтаре. Так кто же красив, янтарь или муха? Из словаря слова исчезают, выпадая в осадок, как в перенасыщенном растворе. Неописуемый зверь-конь оказался наконец описан. Каждому его сочленению подобрали с любовью исконно русское слово. И что же? Лошадь уходит из словаря по частям. Сначала пясть, потом берцо, потом цевка, потом бабка, потом венчик. Остались лишь грива да копыта, роговая оболочка. Исчезают по частям. За конем и корова, и дом, и птицы, певчьи, и травы. Что за коллективизация такая? Пришли, мол, комиссары и все со двора свели. Так нет ни одни комиссары, мы. А слова, что появились взамен, это уже анонимы, а не слова. Что мне от калькулятора с инкассатором? Не положите. Ну, самолет, хорошее слово. Что увижу я, выглянув не в окошко, а в иллюминатор. Ни забор и ни курицу. Неописуемую красоту я увижу, Который до самолета никто не видел. Это розово-белое, сплошное, взбитое, безбрежное, клубящееся. А над ним такое, как бы получше выразить. Синее-синее, голубое-голубое. Ну, прямо как, ну, прямо как, прямо как небо. А где ты летишь ты? А в небе я и лечу. Так что же здесь неописуемого, раз небо? Какие облака? Как вата. И ничего, кроме ваты. Арктика, космос. Ну, напишу я, неописуемая тишина. Неописуемая тишина стояла, напишу. Нет, лучше тишина стояла. Как-то уже ёмче. Мол, как столб, или как жара. Ещё лучше, чтобы столб стоял, как тишина. Столбой-то больше идёт. Или жара стояла столбом. Может, достаточно тишина. Тишина и всё. Тишина. Однако неописуемая. Ну, а в комнате нашей, как прялка, стоит тишина. Значит, всё-таки описуемая. А прялка? В каком словаре вы вскоре отыщете это слово? Да и тишины не найдёте. Пока она не наступит на вас окончательно, как слома. Продолжение следует... 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 Я всю жизнь собирался что-то сделать с черновиками Пушкина. То есть они меня так гипнотизировали, то, что печатается в академических изданиях сзади, ну, заглядывает в нее не каждый, а меня это гипнотизировало. Зачем он этого чертил? Так хорошо было. Зачем он это убирал? Зачем он это заменял? Ну, я недостаточно тоже квалифицированный филолог, скажем, чтобы об этом написать. И вдруг вот сообразил. Взял с собой ксерокса буквально трех или четырех первых раскрывшихся у меня стихотворений в полном собрании сочинений. Без репетиции. Поверьте, что это так и было. Напротив, в Корнеди Холла, в центре Нью-Йорка. Что такое? Какую надо было иметь наглость или какую надо было иметь поддержку, чтобы выйти перед тысячным залом ценителей и начать эту байду? Но они-то все были профессионалы за моей спиной. Вот что они меня, конечно, спасали. Но самое удивительное, что спасал всех Александр Сергеевич. Потому что вот только потом уже доходили объяснения, почему это могло получиться. Я сейчас вот просто... У нас нет сейчас ансамбля, нет... У нас еще была труба, к нам присоединилась, да, Парфенов. В общем, у нас получился квартет плюс я. Но поскольку публика была наполовину по-русски не понимающая, а чисто джазовая, то они взяли и вписали меня, как такой деревянный инструмент. Так что это получилось еще замечательно по джазу. То есть тот, кто не знал русского языка, тот слушал как будто это такой вот... Ну как теперь в моде горловое пение приблизительно там северное. Вот так это приблизительно работало. А те, кто были из русских, они слышали хрестоматийные пушинские стихи и не понимали, в чем дело. Так что тут и вдруг никакого ни провала, ни позора, а все. Потом мы сделали много чего. Но я вам прочитаю просто первое стихотворение. Вот представьте, вот человек выходит и читает. А они начинают понимать, что творится. Мне не спится, нет огня, Всюду мрак и сон да ку. Что ты хочешь от... Что ты значишь, тай? Шепот Или прек Ропот Или ропот Непотерянного дня ропот Или насмешка Не-у Мне не спится, нет огня, Всюду мрак и сон да кучный, Ход часов лишь однозвучный Раздается близ меня. Торопливый, частый лепет Замирание, чуткий трепет Жизни мыши беготня Что тревожишь ты меня? Что ты хочешь? Что ты значишь, вечный? Тайный? Что? Упрек или тайный ропот? Шепот Умирающего дня Парк пророчит, частый лепет Топ небесного коня Парк ужасных будто лепет Торопливый, частый лепет Топ от бледного коня Вечности бессмертный трепет Жизни мыши беготня Парк ужасных будто лепет Вечности бессмертный трепет Жизни мыши беготня Что тревожишь ты меня? Что ты значишь, вечный шепот? Что ты значишь, парк ли шепот? Или тайный шепот? Гроб Что упрек или тайный шепот? Мною утраченного дня Утихающего дня В этом звуке бесперерывном Смысла я ищу Я понять его хочу Тщетно Смутно смысла я ищу Ответ Об я Дай ответ мне Что ты Объяснись, о чем хлопочешь Объяснись, о чем хлопочешь От меня чего ты хочешь От меня чего ты хочешь Я понять тебя хочу От меня чего ты хочешь Смысл я в тебе ищу Ты бронишь Ты зовешь или пророчишь Понимаю, ты торопишь Знаю, знаю Ты торопишь Парк ужасных бабей лепит Вечности бессмертный трепет Парк ужасных бабей лепит Времени бессмертный трепет Ты зовешь Или пророчишь От меня чего ты хочешь Смысл я в тебе ищу Мне не спится Нет огня Всюду мрак и сон докучный Вот часов лишь однозвучный Раздается близ меня Парки бабей лепитания Сонные ночи трепетания Жизни мыши беготня Что тревожишь ты меня Что ты значишь Скучный шепот Укализм или ропотно И утраченного дня От меня чего ты хочешь Ты зовешь или пророчишь Я понять тебя хочу Смысла я в тебе ищу Октябрь 1830 года Болдина Мы сделали несколько программ с Пушкиным Некоторые были удачными И чем они были неподготовленнее Тем они были удачнее Вот это был очень странный номер Я поэтому как-то старался Не заигрывать их И даже иногда энтузиазм Иных наших музыкантов Как-то вот надо было Стормозить Что не надо делать из этого Ничего кроме случайности Ну может быть из-за меня Потому что Они профессионалы А я Все-таки Ну это случай Да Вот эта энергия черновика По-видимому Все-таки черновик Это и есть первый пласт Вдохновения Да Он очень работал на Такую Часовую импровизацию И складывался В любом случае Карьера наша была стремительной Если мы в мае 98-го года Играли в Нью-Йорке То уже в декабре Того же года Мы играли на декабрьских вечерах В музее Пушкина Вот Такого еще По-моему У Спивакова не было Но потом Правда Это и вот Слава Богу И заглохло Вот Для вас Комплимент такой Сделан один раз С помощью только Ну он сыграл За всех четырех Так что ему было труднее Ну надо сказать что Я по-прежнему Столь же неграмотный Но амбиции мои Стали развиваться Очень сильно И поскольку я Утратил шумы То И стал слышать Во всем окружающем Музыку Однажды По какой-то Брусчатке На перроне Переезжая Из какого-то Немецкого места В какое-то Вместе с моей Переводчицей Мы покатили Тележки По этому асфальту Там два колеса И вдруг я услышал Как они изумительно С друг другом Переговаривались И поскольку Значит И его Жизнь Тарасова И жизнь моя Связана с Бесконечным перемещением Я подумал Что вот надо было бы Сделать Его все сочинения Называются так Элегантно АТО Вот АТО Вот Что надо придумать Такое АТО Путешествия Я ему предложил Чтобы АТО Путешествия Вот с помощью этих Чемоданчиков Сделать Так что И он тут же Согласился Так что Мы сейчас находимся В таком Приблизительно Уже правда Несколько лет Мы обсуждаем Как мы Все-таки Это АТО Сочиним Но Меня это стало Преследовать До того Что Когда вот Сейчас вот Была осень Такая длинная И Лис Стал таким Жестяным Но сейчас я понял Что я это уже Написал 10 лет назад Или 12 Это жестяной лист А тут я по нему Хожу И вдруг я слышу Как он шумит Как коровы Звякают Я думаю А где мой магнитофон Чтобы это вот Все взять и записать То есть я стал Окончательным Графоманом Барабанного дела То есть Барабаном Графоманного А он стал Барабаном Графоманного Потому что Мне пришлось Писать Предисловие К его книге Он написал книгу Историю Трио Ганелина Но она тоже Профессиональная Оказалась Так что вот Так все это Смешивается Перемешивается Судьба барабанщика Начинает Сказываться На судьбе писателя А судьба писателя Сказывается На судьбе барабанщика Так вот Значит Чтобы Пока еще нет Настоящего Приближения К текстам Этого А звуки Звуки уже набираются Вот приблизительно Я вам сказал Что два чемодана Могут разговаривать С друг другом Так как вот Сейчас Может быть Я вам прочитаю Просто два своих Последних стихотворения Которые Может быть Много хуже того Что было уже Прочитано И тем не менее Что-то имеет К чему-то отношение Это два последних Они написаны Вот Этим летом Что ли Но чтобы не было стыдно Мне было стыдно Это будет тоже Бессонница Бессонницу Сквозь Ночь Волок В предутреннее Время Суток Стучала Муха В потолок Сквозь Помутившийся Рассудок Так простодушно И хитро К тому же Неведомому краю Душа Стремилась Как ядро Грудную клетку Прорывая То нарастет То пропадет Гул за окном Из преисподней Москвы Ты понял Идиот Не делай вид Что что-то понял День не настал И ночь прошла Жизнь оживает Понемногу Не отделив Добра От зла Ты слева И встал И слава Богу Ну так Проснешься И идешь Дальше идешь Куда и что Это может быть Бесконечно Люблю Люблю одинокое дерево Что в поле На страже межи Тень в полдень Отброшена к северу Зовет Зовет путник Ляг и лежи Забыв За плечами Дорогу Забросишь Свой посох В кусты И медлит Шади Понемногу Понемногу И небо И небо От мыслей Расчистив Встает Над тобою Звезда И космос Как малая Малость Сожмется До краткого Сна И сердце Со страхом Рассталось И бездна Всего лишь Без дна Спасибо